Предновогоднее время особенно богато на приятные сюрпризы. Прекрасный подарок к Новому году получили учащиеся 30-й школы Станицы Петровской. Здесь после капитального ремонта открыт спортивный зал. На открытие побывали наши корреспонденты. Ежегодно в Славянском районе ремонтируются спортивные залы, и ребята получают прекрасные возможности для физического развития. Спортивный зал в 30-й школе, ему уже более полувека, давно нуждался в серьезном ремонте, который был проведен благодаря активному участию района в государственной программе Краснодарского края развития образования. Свеже отремонтированный спортзал радует глаз. Здесь заменили практически все – отопление, вентиляцию, электропроводку, окна и кровлю. Оштукатурили и выровняли стены, настелили полы, все покрасили, а делали также раздевалки для мальчиков и девочек. Работы выполнены качественно. Глава Славянского района приехал, чтобы разделить радость открытия спортзала с юными петровчанами. Дорогие друзья, я вас поздравляю с сегодняшним праздником. Уверен, что введение сабота в эксплуатацию этого спортивного зала в этой большой станице, казачьей станице Петровской, будет еще больше наград. Директор школы рада, что спортивный зал обрел свою вторую жизнь. Кстати, в этой небольшой школе спортзал еще играет и роль актового зала. Это событие было для нас самым долгожданным за последние три года. Поэтому мы очень рады, что у нас такой современный, уютный, комфортный спортивный зал. Здесь всегда был сильный коллектив учителей физической культуры на протяжении десятилетий. И поэтому наши дети ходят и в спортивную школу, конечно, их медали оттуда, скажем так. Но они ведь тоже и у нас тут занимаются спортом. Здесь сразу же после открытия были проведены веселые детские соревнования. В таком зале заниматься удобно и приятно. Мы очень рады, потому что в нашем зале будет проходить больше занятий спортом. Так же, как и уроки физкультуры, только будет больше часов занятий разными видами спорта. Теперь спортивные победы стали для учащихся еще ближе. Были бы способности и желания, а заниматься уже можно с комфортом. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Георгий Калинин, Константин Монастыренко.